На платных телеканалах вновь появится реклама Татьяна Шадрина. Рисунок к статье. Минкомсвязь поддерживает инициативу по отмене запрета на рекламу в эфире платных каналов с российским контентом, программами. И уже на следующей неделе в Госдуме рассчитывают принять поправки в закон о рекламе и передать их в Совет Федерации. Завтра состоится первое чтение. Их разработала и внесла в Госдуму депутат, сопредседатель Общероссийского народного фронта Ольга Тимофеева. Читайте также. Реклама вернется на платные каналы замглавы Минкомсвязи. Алексей Волин позитивно относится к этой инициативе. Российским контентом, пояснил он РГ, согласно поправкам будут считаться фильмы, программы или шоу на русском языке, которые сделаны отечественными компаниями или по их заказу. И этот подход, по мнению Волина, пересматривать не стоит. Хотя глава Национальной ассоциации телерадиовещателей, НАТ, Эдуард Сагалаев в беседе с РГ отметил, что необходимо ввести льготы при ретрансляции на платных каналах спортивных международных соревнований, выступления и ныне трепка, документальных и познавательных программ, которые сделаны не в России. В противном случае вместо тысячи существующих сейчас в сетке вещания платных каналов останется не больше десяти, прогнозируется Галаев. Остальные просто не смогут выходить в эфир, отметил он. На данный момент больше половины передач на платном телевидении, где с 1 января запретили давать рекламу зарубежного производства, констатировал он. Читать законопроект нет такого риска, что смотреть будет нечего, уверен замглавы Минкомсвязи Алексей Волин. Все исследования показывают, что отечественный контент на ТВ более востребован по сравнению с иностранным. А так мы еще и отечественные продакшены поддержим, у которых активизируются продажи библиотек, отметил замминистра в беседе с РГ. Кто же получит снова рекламу? Мы расширили предложения по корректировке закона о рекламе, которые были сделаны Общероссийским народным фронтом, ОНФ, рассказал РГ-председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. В поправках ОНФ речь шла исключительно о региональных и муниципальных каналах. Мы предлагаем сохранить такую возможность и для каналов, которые вещают через кабели или спутники на всю Россию. Интересные факты. В 2014 году рекламы наркотиков в интернете стало больше, что касается спортивных соревнований иностранного производства. То здесь пусть решает зритель. Хочет, пусть покупает, говорит депутат. А научно-познавательные и документальные каналы у нас уже есть свои. И они в состоянии вполне соответствовать требованиям, прописанным в законопроекте. Например, канал «Кто есть кто», рассказывающий об известных людях и событиях в мире, приводит пример Левин. Его делает отечественная команда. И она поддержала этот законопроект. Канал рассказывает о незаурядных людях, исторических событиях. И для них как раз поправка в законопроект является большим спасением. Что касается концертов российских оперных певцов, то можно показывать на платных каналах те концерты, которые они проводили в России, предлагает компромисс депутат. И напоминает, не надо забывать о телеканале «Культура» и других эфирных каналах, которые могут использовать иностранный контент. Если мы говорим о региональных каналах, то им придется определиться, что выбирать, если не хватает собственного контента для заполнения эфира, западный или покупать у своих производителей. Вот здесь состоит основной ключевой выбор, обращает внимание Левин. Раньше они могли выбрать дешевое американское шоу или фильм категории «Д», чтобы заполнить эфир. «Сегодня мы предлагаем иметьти в сторону отечественных фильмов из «Золотой коллекции» или нового хорошего отечественного кино, документальных публицистических передач. Если они будут использовать наш контент, то смогут размещать рекламу. Если будут настаивать на зарубежном, то не попадут под исключение в законе о рекламе», — сказал Левин. «Нам бы не хотелось затягивать принятие поправок с учетом того, что большое количество телеканалов ждут их, готовы работать с учетом новых требований и сохранить возможность транслировать рекламу», — уточнил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Вопросом развития рекламной отрасли страны и ее законодательного регулирования уделяют большое внимание и в Торгово-промышленной палате, ТПП. Здесь действует Комитет по предпринимательству в сфере рекламы, объединяющий ведущих экспертов в этой сфере. Смотрите также. Реклама российского вина появится на ТВ не раньше 2016 года. Рекламное общество обеспокоено запретом, который начал действовать в январе этого года на рекламу в эфире платных телеканалов, отметили в Торгово-промышленной палате. По мнению представителей отрасли, закон в короткие сроки приведет к банкротству и прекращению деятельности нескольких сотен региональных и муниципальных каналов. Тысячи специалистов останутся без работы, а бюджеты субъектов потеряют налоговые поступления, говорится в письме главы ТПП Сергея Катеринова адрес председателя Госдумы Сергея Нарышкина. Кроме того, закон в существующей формулировке будет иметь негативное влияние на предприятия малого и среднего бизнеса, которые лишатся возможности рекламировать свои товары и услуги по доступным тарифам и расценкам на локальных каналах, считают в Торгово-промышленной палате. Кстати обнародован состав экспертного совета Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Среди 75 членов нового состава совета представлены отраслевые союзы, госорганы и ведущие вузы страны. В состав совета вошел главный редактор РГ Владислав Фронин. Разумеется, будут приглашаться и новые эксперты, имеющие наиболее полное представление о позициях, существующих в отрасли по интересующим нас темам, пояснил Левин.